За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 146 происшествий. Из них 11 преступлений, 8 из которых раскрыто. По трем проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление. Привлечено к ответственности 52 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 19 дорожно-транспортных происшествий. Пострадало 3 человека, причинен материальный ущерб. Так, 26 апреля в районе Лесозаводского моста произошло ДТП с участием двух иномарок. В результате происшествия в Ненецкую окружную больницу доставлены двое жителей города Наринмара, 1972 и 1968 годов рождения. 29 апреля в районе месторождения Западная Хоседаю Ненецкого автономного округа гражданин 1976 года рождения, управляя автомобилем «Урал», совершил опрокидывание. В результате ДТП в приемный покой окружной больницы доставлен мужчина 1985 года рождения. После осмотра он госпитализирован в хирургическое отделение Ненецкой окружной больницы. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. В целях противодействия незаконной миграции граждан третьих стран и пресечению преступной деятельности организованных групп и преступных сообществ с международными и межрегиональными связями, занимающихся организацией незаконной миграции, торговлей людьми, с 4 апреля текущего года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал». Проверено 179 адресов проживания иностранных граждан, выявлено 16 нарушений административного законодательства. Литература экстремистского содержания не выявлена. 19 апреля сотрудниками Управления Министерства внутренних дел проведена проверка соблюдения миграционного законодательства в отношении водителей автотранспортных средств, в части соблюдения ограничений по работе иностранными гражданами, имеющими патенты водителями грузового автомобильного транспорта и водителями такси. Проверено 6 транспортных средств, нарушений не выявлено. 1 мая в Наринмаре состоялся митинг-концерт, посвященный Дню Весны и Труда. Для обеспечения правопорядка было задействовано 46 сотрудников окружной полиции. Кроме того, в охране общественного порядка приняли участие сотрудники отдела Росгвардии по Ненецкому автономному округу и представители частных охранных организаций. Нарушение общественного порядка и иных чрезвычайных происшествий не допущено. Минувшие выходные в дежурную часть полиции поступили сообщения о том, что неизвестные лица незаконно реализуют алкогольную продукцию, размещая указанную информацию в социальной сети «Друг вокруг». В ходе проверки сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установлено, что граждане, осуществляющие продажу алкоголя, доставляли заказ на личных автомобилях. Для очередной продажи продавцы прибыли на адрес, указанный покупателем, где пытались реализовать алкоголь, но были задержаны. В ходе осмотра транспортных средств сотрудники полиции изъяли около 11 литров алкогольной продукции. Правонарушители привлечены к административной ответственности. По результатам проверок материалы административных расследований будут направлены в суд для рассмотрения и принятия решения в соответствии с действующим законодательством РФ. В ночь на 23 апреля неизвестные лица, находясь на площадке дизельной электростанции Северо-Саренбойского месторождения, путем свободного доступа похитили две бочки масла емкостью 200 литров и одну бочку тасола, принадлежащие организации. На место преступления незамедлительно выехала следственная оперативная группа. Оперативникам удалось установить, что кражу имущества совершили два жителя поселка Каратайка 20 и 25 лет. В настоящее время по данному факту проводится проверка. В отношении граждан, следственным отделом управления Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу будет возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в ночь на 25 апреля 2017 года в поселке Харивер неустановленные лица похитили из гаража две туши оленей и совершили угон снегохода. На место происшествия выехала следственная оперативная группа. Полицейскими установлено, что неизвестные лица путем взлома замка проникли в один из гаражей, расположенных по улице Набережной, откуда похитили две туши оленей и угнали находившийся внутри снегоход «Буран». В ходе дальнейших мероприятий личности злоумышленников были установлены. Ими оказались трое жителей поселка Харивер. В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия, направленные вставление всех обстоятельств совершенных преступлений. В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники полиции организовали соревнования с использованием стрелкового тренажера, предназначенного для обучения к стрельбе из пистолета Макарова между кадетами 8 класса средней общеобразовательной школы номер 4 города Наринмара. В рамках встречи стражи порядка провели для школьников лекцию по огневой подготовке. Инспектор по работе с личным составом напомнил учащимся о мерах личной безопасности при обращении с оружием. А также наглядно продемонстрировал неполную сборку и разборку пистолета Макарова. По желанию, кадеты попробовали применить на практике полученные знания и успешно выполнили норматив по неполной сборке и разборке пистолета Макарова. 5 мая в торжественной обстановке руководство Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу наградит победителей в соревнованиях по стрельбе. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя.